Здравствуйте, мои дорогие зрители! На днях у меня выходил ролик из ГУМа, где я показывала вам новинки, тренды, знакомила с различными брендами, в том числе с двумя итальянскими PINCO и TWINCET. В первую очередь меня заинтересовала витрина PINCO. У меня такой произошел разрыв шаблона. Я всегда представляла себе этот бренд как что-то такое гламурное, шика блеска дай, а здесь увидела такую прям чистую Максмару. Поэтому я решила сходить в какой-то торговый центр и померить их одежду. Ну и TWINCET я решила тоже зайти примерить. У меня нет представлений ни о том, ни о другом бренде. Есть какие-то свои личные ощущения. Я никогда не заходила вовнутрь этих магазинов, никогда ничего не примеряла, исключительно по витринам. Это, кстати, витрина ГУМа. И мое впечатление от этой марки, что она такая про женственность, сексуальность и то, что мы называем итальянский шик. В общем, воплощение какого-то итальянского вкуса. Это лично мое ощущение. И я пошла в ближайший ко мне крупный торговый центр, на Павелецкая плаза. И начну я, давайте, с магазина TWINCET. Чем еще интересен для меня этот опыт, помимо знакомства с незнакомыми мне брендами, это то, что их стиль очень отличается от моего собственного. Ну, а эксперимент для женщины, это всегда интересно. Поэтому вы увидите меня в том, в чем я обычно никогда не хожу, и что обычно никогда вам не представляю в магазинах, в своих обзорах. Ну, как удивила я вас. Кстати, посмотрите, какой топ. Это какое-то такое кружево. Мне казалось, что оно чисто из хлопка, очень нежное. К нему нужно очень аккуратно относиться. Внутри топ нюдового цвета. Кстати, несмотря на то, что на него дышать лучше не стоит, этот топ уже разобран, остался вот один последний в размере S. Про юбку я даже не знаю, что сказать. Она, конечно, шикарна. Она очень тяжелая. Здесь много тканей. При этом она все равно такая воздушная, легкая. Девушки-продавцы надели на меня еще вот эту обувь. На которой я даже стоять не могу. Поэтому я далеко не пошла. Пошла к близлежащему зеркалу. Но они сказали, красота требует жертв. Топ оказался не только из хлопка, но и из полиэстера и шерсти. Стоит 31 тысячу. Ну и, мне кажется, носить его можно с чем угодно. И с джинсами, с брюками, с любыми другими юбками. К этой юбке мне еще дали померить вот такой джемпер и кроссовки. Мне кажется, шикарно получилось. Вообще, я решила, не мудрство и лукаво, сразу придя в магазин подойти к продавцам и сказать, соберите мне, пожалуйста, один образ, который бы наиболее полно отражал ДНК этого бренда и давал представление о женщине Твинсет. Они с радостью согласились. И, конечно, одним образом не обошлось. И эту юбку, кстати, я бы носила летом с какой-нибудь футболкой и с кроссовками. Но есть на Ламуде юбка попроще. Тоже из такой сетки, фатина. Не знаю, как это назвать. И стоит она подешевле. 15 840. Ссылку на нее я вам постараюсь оставить внизу в описании под этим видео. Там, кстати, уже и отзывы на нее есть, и все положительные. Эта юбка стоит 34 000. И, как я уже сказала, я тоже нахожу ее очень универсальной. Она и вечерней может быть, и повседневной. Кстати, еще есть вот такое вот платье за почти 42 000. У него такая же юбка, но это платье. Прям, когда заходишь в магазин, сразу привлекает к себе внимание. Вы знаете, я женщина брюки. И примерка костюма – это обязательная программа в каждом магазине. Здесь я тоже примерила брюки. Посмотрите, какая к ним, во-первых, блузка очень женственная, с таким шарфом, с перьями. И на брюках такой принт имитация кружева, которая по поясу идет. И вот такая клетка, мне сказали, это фирменная клетка этого бренда. Она такая спокойная. Вот мне еще сумочку дали к этому комплекту. Кстати, очень универсальная. Жесткая форма, прямоугольная. Так вот, этот комплект мне дает прям яркое представление об этом бренде. Здесь брюки, но очень женственные. Блузка тоже очень женственная. Легкие ткани, перья, кружева. Вот это все твинсет. Я, в общем-то, не ошиблась. Я так себе и представляла. Этот бренд, использование натуральных материалов, легкие ткани, кружева, перья. Все это равно женственность. Жакет стоит 48 тысяч, брюки 34. Если бы все-таки я сама надевала такой костюм, я бы убрала этот шарф и перья. Приблизилась бы, так сказать, к своему стилю. Блузка эта стоит 38 тысяч. Она из стопроцентной вискозы. Я была уверена, что это шелк. Вообще, конечно, я уже давно говорю, что вискоза, как и полиэстер, собственно, могут быть качественными, а могут быть и нет. Как и любой другой материал. Кашемир, хлопок, шерсть. Если хлопок некачественный, то вам это никак не поможет, несмотря на то, что он натуральный. А мы перешли к шикарному следующему комплекту. Кстати, обратите внимание на этот пояс с перьями. Он продается отдельно, и любой комплект ваш превратит в нарядный мир. Здесь дали еще сумочку в стразах, тоже вечернюю. Ну, а вообще, этот комплект для тех, кто умеет шить в качестве вдохновения. Посмотрите, какие здесь рукава. И, собственно, обычный лонгслив в обтяжку. Вот пришиваете к нему такие рукава, делаете такой ремень, и вы богиня. Если у вас есть 24 700, идете и покупаете такой джемпер в твинсет. И его можно носить вот так вот нарядно, с нарядной юбкой, или с какими-то простыми базовыми вещами. Ну, вот как здесь, например, снимаем этот нарядный ремень с перьями, надеваем сверху косуху, кроссовки. Получается довольно повседневный комплект. Несмотря на такую, казалось бы, нарядную юбку, мы уже, мне кажется, с вами привыкли. И пайетки, и люрекс, и всяческий металл сейчас уже носим в повседневной жизни. Юбка, кстати, очень комфортная, пояс на резинке. Ну, если вы думаете, что твинсет – это только про шикарность и нарядность, то нет, вполне можно собрать себе кэжуал-комплект. Вот мне девушки подобрали джинсы. Ну, тоже, знаете, непростые, а расклешенные. И интересная деталь, поскольку джинсы в обтяжку, то и карман здесь сделан очень номинально, чтобы не выпирал он изнутри. Ну, и сверху на мне кашемировый джемпер и вот такой вот шикарный жилет. Здесь даже кроссовки необычные, с такой блестящей окантовкой. В общем, шикарная женщина должна носить шикарные же кроссовки. Кстати, удобные. Давайте вернемся к этому жилету. Мне кажется, он двусторонний, но в любом случае здесь сочетание принта. Очень красиво все, конечно, подобрано. Можно носить с поясом, можно без. Мне без больше нравится. Получается вертикаль. Ну, и джемпер стопроцентный кашемир. Бомбер стоит 4500, а жилет 51 тысячу, и там 49, по-моему, процентов шерсти. Давайте пробежимся еще по ассортименту. Если бомбер, то это не просто бомбер, видите, а в пайетках. Если шубка, то это не просто шубка, а что-то какое-то вязанное и с мехом. 39 800 стоит искусственный мех. Дубленка, не просто дубленка, а с каким-то зеленым воротником. Джинсы с клепками, пальто с перьями. В общем, в каждой вещи есть какая-то изюминка. Стеганая куртка не просто куртка, а вот с такой вот вывязанной рюшей и связанными деталями. Тончайший джемпер, такая паутинка с вышивкой или не тончайший джемпер, но вот с такими вот перьями по рукавам. Мне это, конечно, очень понравилось. бархат, вы знаете, я люблю. Здесь бархатный жакет, бархат на вискозе. Стоит 39 000. Внутри платье в бельевом стиле, тоже с кружевом, но этот жакет, как вы понимаете, можно носить чем угодно. Но в таком комплекте выглядит шикарно. Вообще в преддверии новогодних корпоративов советую вам сюда заглянуть. Топ тоже с кружевом и вот такой вот гофре. Много, конечно, кружева. Мне кажется, твинсет это прям равно кружева. Футболка? Нет, не просто футболка, а на рукавах вот такая вот сетка. Очень просто футболка. Вообще весь этот черно-белый рейл такой нарядный. Здесь пайетки, люрекс, кружева и перья. Ну и какая шикарная женщина может обойтись без анималистичных принтов. Леопард, например. Здесь и худи леопардовая, и брюки к нему. По-моему, что-то очень какая-то плотная-плотная вискоза. Захватила я немного посетительниц этого магазина. Ну и вот этот джемпер, посмотрите, какой шикарный. Здесь и вязка, такая тонкая паутинка, и сам принт, что-то типа кружева. И все это такое создает впечатление чего-то воздушного. В общем, пишите, как вам понравился этот бренд. Голосуйте за понравившиеся вам образы. Может быть, вы сами являетесь клиенткой этого магазина. Еще посмотрите, какое шикарное платье. Тоже, как я зашла в него, сразу уперлась. Ну, в общем, очень красиво. Мне очень понравилось. Ну, а мы с вами давайте перейдем в Пинка. Тем более, что именно он явился спонсором этого показа. Только я вас умоляю, спонсором, это не значит, что они мне заплатили. Никто мне не платит за такую рекламу. Просто, как я уже сказала выше, у меня произошел разрыв шаблона для того, что я себе представляю об этом бренде и то, что я увидела на витрине. А представляю я о нем, опять же, исходя из рекламы. Мне всегда казалось, что там много блеска и гламура. Посмотрите, какие туфли шикарные с клепками. Но в целом, витрина в этом сезоне на меня произвела такое очень спокойное впечатление, очень много базы. В общем, я зашла в магазин, и, кстати, это был первый магазин на моем пути, и точно так же попросила собрать мне образ в стиле пинка. Покажу вам, в чём я была одета. И на мне ботинки Джанни Ренси, которые я купила недавно, и от которых я в восторге. Они и удобные, и подошва у них очень сейчас подходит для нынешней погоды. Пальто российского бренда Awesome Tossam, от которого я по счастливой случайности не избавилась, хотя хотела. Мне почему-то захотелось надеть платок, хотя я редко их очень ношу. Джинсы Nice One, бежевый джемпер, и к нему бежевый шоппер. Ну, в общем, такой спокойный базовый комплект. Всё, как я люблю. Пробегусь по манекенам сначала, но вот это для меня и есть пинка, всё такое фэшн, яркое, гламурное. Простой серый кардиган превращается в гламурный, если его украсить стразами. Ну, и, конечно, очень ярко выглядит этот костюм в змеиный принт. Здесь ещё и кожа, и клёпки, и драпировка. Вообще, мне сказали, что драпировка – это один из элементов фирменного стиля пинка. Ну, и, судя по всему, змеиный принт они тут же любят. И мой первый образ – как раз платье в такой змеиный принт, но не чёрно-белое, как мы обычно его привыкли видеть, а такой фиолетово-бежевый. Хорошее сочетание цвета. Мне предоставили шикарные туфли. Платье мне чуть маловато, я должна сказать. Девушка переоценила мои возможности. И вот такая вот сумка сюда очень подходит. замшевая, как вы видите. Ну, и вот это вот их фирменная застёжка два целующихся голубка. По ней очень легко определить, что у вас за сумка. Можно носить на плече. Ну, или вот такой цвет тоже очень хорошо сюда подойдёт. И тоже, как вы видите, здесь два голубка. Вообще, девушки-продавцы в этом магазине тоже с воодушевлением восприняли идею нарядить меня. И получился у нас не один образ. Они мне ещё предлагали сюда кожаный ремень, но я уже, знаете, отказалась. Цена этого платья 43 тысячи. И опять их фирменное лого, уже выложенное на футболке стразами. Мне предложили надеть вот с такой вот юбкой. Очень необычной для меня. Здесь драпировка. Как я уже сказала, драпировка это один из фирменных элементов их стиля. Вот этот пояс, он из плотной ткани. А сама юбка из такой лёгкой, хорошо драпирующейся. И эту драпировку спереди можно как подтянуть, так и чуть-чуть приопустить. Закрыть, например, колено. Ну и как видите, этот комплект нужно сделать как нарядным, так и повседневным. В зависимости от той обуви и той сумки, которую вы с собой возьмёте. Здесь я надела белые кроссовки. Можно было бы надеть белую футболку. Или, например, чёрные кеды. Или взять белую сумку. В общем, вариантов, как сделать этот комплект повседневным массом. Футболка эта стоит 17 тысяч. Ещё мне предложили надеть вот такую блузку, но не случилось, потому что она очень прозрачная и под неё не нашлось подходящего топа. Вы видите, какая здесь этикетка. Как я поняла, для этого бренда создаёт несколько дизайнеров, поэтому получается очень разноплановый, скажем так, ассортимент. Блузка, как вы видите, прозрачная. Здесь есть драпировка, здесь есть кружево. Стоит она 42 тысячи. Состав я вам не скажу, потому что очень милка и я не вижу. Она хорошо подошла бы к этой юбке, потому что здесь принт, пересекающийся с ней, но её нужно было бы надеть как-то расстёгнутой. У меня не получилось. Девушки попытались оттолкнуться от моих предпочтений, а я сказала, что в обычной жизни я предпочитаю брюки, поэтому принесли мне вот такие вот бежевые. Вообще у них длина на высокий рост. Если вы не высокого роста, вам, конечно, проще отрезать, чем высоким девушкам. И это такая фантазия на тему карго. Видите, здесь даже пуговицы у них с их фирменным лого. Какой-то подкрой вот сзади. Брюки на резинке, поэтому они комфортные. Можно чуть-чуть поесть. В общем, с одной стороны, это, конечно, карго, с другой стороны, это такое гламурное карго. Добавить гламура можно, взяв такую вот сумочку блестящую, вечернюю. Ну и я переодела футболку, надела вот такую вот рубашку. И можно сделать это не вечерним комплектом, а вполне себе повседневным. Если взять белую сумку и, например, надеть белые кеды. Вообще такая вариативность, когда один и тот же комплект может быть и вечерним, и повседневным. Мне кажется, это должно стать основой любого гардероба. Ну и это балузка стоит 27 тысяч. Здесь в составе акрил и шелк. Вообще, я думала, акрил это только в вязаных вещах. Бежевые расслабленные брюки я заменила на черные и строгие. Здесь есть стрелка, они держат форму. Они достаточно узкие. Ну и получился, в общем, такой строгий повседневный комплект. Брюки стоят 29 тысяч. Там тучно есть шерсть. Я ее чувствовала. Сверху я надела жакет, который, мне кажется, идет в комплекте с этими брюками. Во всяком случае, они очень похожи по составу. Вообще, мне предлагали вот такой. Но я сказала, что такой я вам показываю в каждом своем обзоре. Давайте мне что-то необычное. Ну вот, из необычного такой жакет мне предложили с блестящими пуговицами. брюки. заметьте, у него укороченный рукав, чтобы было видно. Рубашку. Ну и, мне кажется, я бы взяла его на размер побольше, но даже если взять его на размер побольше, то это точно не оверсайз. Он очень строгий, четкая линия плеча. Конечно, качественно все сделано, шикарно сделаны лацканы. Ну, вот такой вот получился костюм. А эти брюки выбрала я. Это уже в моем вкусе. Широкие, мягкие, расслабленные. Здесь, мне кажется, тоже есть ширсть в составе. Сверху я надела свой бежевый джемпер. Мне нравится сочетание бежевого и бордового. Здесь вот такая вот клетка. Ну и эти брюки я взяла для того, чтобы сверху надеть вот этот полушубок. Мне он тоже сразу понравился. По цвету, приятный тактильно. Ну, вы знаете, что сейчас искусственный мех это модно. И мне нравится здесь и сочетание цвета в комплекте, сочетание фактур, даже сочетание объемов. Получился немножко такой оверсайз и сверху и снизу. Предыдущие бордовые брюки стоили 32 тысячи, а это я еще надела свои джинсы, чуть-чуть уменьшила объем снизу. Ну, сочетание такого бежевого и черного я тоже люблю. Полушуба, конечно, тоже очень качественно выполнен. Подворотником там кожа и стоит этот полушубок 60 тысяч. Прошлась я по залу, еще посмотрела какие-то их вещи. Вот, например, такие куртки блестящие, розовые или черные. Для меня это стиль пинка и есть. Есть в них обувь, конечно же, очень симпатичные кроссовки, кеды, высокие, низкие. Цены я не нашла. Видите, у них даже подуши с их фирменным лого. То, что я мерила из обуви было очень удобно. Лично мне понравилась вот такая вот юбка с блестящей поверхностью. Внутри очень приятная. И здесь есть драпировка. Как мы уже знаем, их фирменный стиль. Но если бы я такое надела, я бы вас не сильно удивила. Особенно, если бы я надела сверху вот этот шелковый топ. А это шелк стоит 21,400. Ну, вот еще одна куртка, которая в моем представлении отвечает за ДНК этого бренда. Пуховик со стразами. Я еще раз повторяюсь, я никакого представления об этом бренде в общем-то не имею. Исключительно по моим ощущениям, которые возникали при беглом взгляде на их витрины. Вот простая черная шелковая рубашка. Кстати, короткая. Кто ищет? Ну, и большой выбор сумок. Сумки их узнаем издалека по их фирменному логу. Вот такие пухлые подушки это сейчас модно. А вот такую розовую пинку я вам показывала в гуме. Кстати, этот бренд представлен на ламуде и там тоже есть их сумки со скидками. в общем-то мне кажется это такие сумки вне времени. Не повторяют их из года в год, поэтому можно купить и не из новой коллекции. Ссылочку на них я вам оставлю внизу в описании под этим видео. Посмотрите, какие ботфорты. По-моему, у них джинсовые. И рабочее название этого ролика как бы я одевалась, если бы была итальянка. ну, потому что это популярные итальянские бренды. На самом деле, конечно, одевалась бы я скорее всего точно так же, потому что одеваемся мы вне зависимости от того, где проживаем. Одеваем не внешность, а личность. И если бы я пришла в этот магазин и захотела одеться в своем стиле, то я бы пошла вот к этой стойке. Классическое пальто-халат в цвете camel стоит 90 тысяч. кардиган серый с драпировкой. Интересно было бы померить. Жакет тоже вполне в моем стиле. Покороче, конечно, это не мое. Абсолютно базовый модный сейчас серый джемпер с рубашкой. Или вот такой мне показалось, что это кашемир. Тоже простой серый с высоким горлом. и с розовой каемочкой. Стоит 36 тысяч. Очень приятно и тактильно. Все это, конечно, я могла бы тоже надеть. Вот, смотрите, какое платье. Длинное, трикотажное. Сейчас, вы знаете, это модно. Здесь еще и драпировка, и пуговицы. Продавец сказал, что они очень хорошо садятся по фигуре. платье с драпировкой узнаваемый стиль пинка, как мы это уже понимаем. В общем, здесь есть вещи на любой вкус, на любой стиль. Посмотрите, какая юбка трикотажная с разрезом, с таким вот декором на разрезе. Как я сказала в самом начале, здесь есть несколько линейок, которые удовлетворят, видимо, любой ваш запрос на любой стиль. Посмотрите, какой топ здесь. И драпировка, и разрез, и полупрозрачность. В общем, все тренды плюс ДНК-бренда. Пишите, как вам понравился этот магазин. Голосуйте за понравившиеся вам образы. Повторяю, что я пыталась одеться не так, как я одеваюсь обычно, а отразить ДНК-бренда. Ну, а в планах у меня еще посещение магазинов двух немецких марок. Интересно будет посмотреть. До новых радостных встреч. Всем пока. Пока.